Анатолий, расскажите, пожалуйста, в истории сейчас в Воронеже, насколько мы знаем, идет драматическая такая ситуация, когда вы вынуждены отдать ключи от храма, в котором сколько вы лет там будете? 13 В котором 13 лет вы служите в качестве епископа, и у вас есть община. И вот что происходит? Почему вы вынуждены сейчас это покинуть, здание, и куда вы переезжаете? Куда? Вопрос интересный. Да никуда. Но почему мы оттуда выезжаем? По решению суда. А инициировали это выселение в государственное учреждение Росимущества по Воронежской области. Что им не понравилось, как им не понравилось, хотя мы все выполняли требования, все делали, и 13 лет они с нас проверяли, приходили, контролировали все службы и охраны и так далее. То есть никаких не было вопросов. Не было просто. А у вас в собственности здание? Нет, это безвозмездное, бессрочное, потому что когда в 2006 году нам его передавали, то был договор, и передачи, распоряжения, договор были вот именно безвозмездные, где прописаны были все пункты, которые мы также соблюдали, все было прописано. А что за здание это вообще историческое? Ну исторически это здание 1811 года, начало строительства, в 1819 году осветили этот храм, это историческая кирха, то есть церковь, лютеранская церковь, здание. И она строилась на пожертвования верующих людей, жителей города Воронежа, в то время, которые жили активно. И вот этот храм, а рядом с этим храмом еще два здания, комплекс он такой вот, это был построен 831 год, год один на одно здание, и 854 было второе, второе здание было построено. И он такой, знаете, был архитектурный комплекс, такой исторический, 19 века. Ну то есть получается это здание построено на деньги верующих людей, лютеран, которые на вас жили в Воронеже. Да. Вот для своих нужд, а потом каким-то образом там во времена, видимо, революционные, это здание перешло в государственные руки, да? Ну смотрите, дело в том, что, ну, пользовались все, но когда даже была революция 17-го года, вот, к счастью, как бы, даже та власть, которая сменила царский, как бы, царская власть, они даже вообще не трогали ничего. И эта церковь, она служила навсегда, как бы, до 39-го года, когда вот эти вот моменты находились. И тогда вот, как бы, репрессии и священников по всей России, потому что, ведь это российские, это русские немцы, немцы были там, у нас в церкви было несколько национальностей, евреи, немцы, русские, там все, понимаете. То есть, но было давление на всех, мы знаем, что и православные традали, но в том числе лютеранских священников практически всех уничтожили. Часть некоторые были, которые смогли именно спастись от того, что убивают бегством. Так и Воронеже тоже священник один, который спас, ну, сбежал из России в Прибалтику и как-то туда, вот такая история этого, как бы, периода. Ну, а потом, получается, в каком году вы в это здание вселились? Там, смотрите, в это здание Воронеж был сильно разрушен, очень там 90%, и в 43-м году, вот так, интересный был факт, что эти здания во время войны не пострадали. И вот эту саму кирху, ее приспособили для горэлектросети, горэлектросети, вот именно в 43-м году они туда заехали, и одно здание, одно здание они приспособили там для проживания, было еще одно отдельно стоящий флигель, его приспособили для административных нужд, вот именно от горэлектросети. В 1954-м году на этот флигель они надстроили второй этаж. И мы как-то, ну, не понимали, не знали, как там, что там, но когда вот зарегистрировались, хотя у нас группа была раньше еще была, существовала, и мы начали интересоваться, и вот то, что есть кирха. Мы приходили, молились, с верующими молились так, присоединялись к зданию, как бы, знаете, вот чисто вот такая вера, вера божественная, мы по-другому это не понимали, приходили, молились, просили у Бога, чтобы это здание передали нам. Ну, и были, конечно, очень рады, когда вот закон, который 95-го года, о том, что могли передавать культовые здания, и мы, как бы, это здание нам передали, и в 2007-м году мы это здание получили от Росимущества. То есть, с 2007-го года вы там находились, и вдруг что-то произошло, и вам вы выходите отсюда? Ну, получается, да, что в 2018-м году Росимущество, Росимущество начали вести стаби, сначала, говорит, мало освободить, подождите, а основания какие? То, говорит, вы там газовую котельную поставили, ну, во-первых, не в храме, а рядом в пристройке. Эта котельная ставилась в прежний руководитель Росимущества, который сам даже писал в горы электросети, чтобы они не препятствовали установить на законных основаниях, установить отопление. Это памятник федерального значения. И мы это делали. Потом второй момент, якобы, там, вы там живете на втором этаже. У нас вообще-то, как и в исторических церквях, священник, либо он живет рядом с храмом, но вот так как вы не отдали нам эти флигели, вы сделали, подделали экспертизу, там, вы много чего сделали, ну, мы не можем тягаться с судами, которые вместе с чиновниками, очень в хороших отношениях. Мы ничего не можем сделать. И, соответственно, мы, если бы отдали, мы бы второй этаж этот убрали бы, комплекс этот сделали бы, потому что, ну, реставрировать надо было. Но, к сожалению, нет. Поэтому люди приходят ночью, полночь, когда какие-то требуют надо совершать, кому-то надо беседовать. То есть, ну, это так же, как и во всех церквях исторических, это, соответственно, все это проходило. Но это выставили по непонятной причинам, вот так вот. Потом говорят, нет, мы, говорит, в одностороннем можем расторгнуть этот договор. Но я говорю, тогда, подождите, а что вы тогда нам давали? Тринадцать лет назад вы нам отдавали этот храм. Для чего? Чтобы вот так вот дать и взять, да? Но Бог, я знаю, что у него дары, у Бога и призвания, они не привыкли. То есть, Бог не может это дать и потом забрать. Этого нет. Но вы как-то, получается... Бог не может, но ведь чиновники, оказывается... Ну, чиновники, к сожалению. И мне что интересно, вот два чиновника был, это Андреянов был, который вот последний, сейчас он ушел, да? И был еще до него, до него все были чиновники Росимущества, они здраво видели, понимали, никаких проблем не возникало. Вот этот Андреянов, который раз, сразу, нет, 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 я не буду, я не буду. Да подождите, а что вы вранем занимаетесь? Ну, это же логично, да, что есть верующие, есть община, живые люди, есть культовое здание в Воронеже, слава Богу, оно схоронилось. Почему разделять верующих и куда вы должны пойти-то? Вы что, бросите исповедовать веру? Как это вот вы видите? Вы знаете, я всегда очень это... И общаюсь с многими чиновниками тоже, говорю. Единственное, что бы я вас очень хотел попросить, никогда не лезьте от дела веры человека. Не надо ему навязывать, не надо ему диктовать, не надо ему там направлять. Человек должен сам определиться в отношении веры. И если он уверовал, уверовал, да, он идет, он живет, он будет законопослушным, он будет стараться делать для страны, для города, для области, он все будет делать, чтобы активность свою проявлять. Особенно, когда люди, они более становятся чувствительны, чувствительны к несправедливости, чувствительны к тем нуждам людей, которые верующие люди. Почему они всегда стараются заниматься социальными вопросами, да, служение, там, тюремное, например, очень такое сложное. Но, тем не менее, люди тратят свои деньги и все идет, потому что это зов сердца. Он идет и служит, он служит Богу, помогая этим людям. Поэтому верующий человек, он встал на этот путь, он идет, и не надо его трогать. Но, к сожалению, вот видите, нас коснулись, они невзирают чиновники. Вот меня очень удивляет, почему такая безответственность, безответственность этих чиновников. Они, невзирая на десятки верующих людей, они просто говорят, так, все, мы не хотим, чтобы вы там находились. Ну, подождите, господа, ну, мы-то там не просим вас, дайте нам, вы нам дали. Один начальник был хороший, который дал, а последний пришел, который плохой стал, да, или для всех мы были хорошие, для него мы стали плохие. Ну, как-то, знаете, не вяжется все это вот. Ну, а попытка вот все-таки оставить свои права в суде, ведь Конституция гарантирована, и даже Федеральный закон есть о свободе совести, что ты можешь исповедовать свою веру. Ну, вот смотрите, закон, давайте берем, исповедуем веру свою, да, мы никому не мешаем. В нашем храме в этом проходили служения, проходили концерты органной музыки, концертной духовной, старинной музыки, творческий коллектив. То есть, очень много всегда было деятельности, если вы зайдете в интернет, посмотрите, там очень много чего делали. Но, пришло время, когда вот начали вот этот момент, и на нас начали, мы подумали, ну, что делать? Ну, в суд, значит, в суд. Начали, думали, суд у нас нормально поступит. Но, хотя, я уже лично, вот я, да, я перестал верить судам. После того, когда мы, когда мы, когда мы в отношении двух флигелей судились, и когда приносят где-то, сейчас он опорный, а то строительный, приходит, приносит два преподавателя-профессора, которые на глазах красне и врут нам, и врут суду, но, тем не менее, суд принимает решение ложной, ложной экспертизе этих вот профессоров, которые заставили, кстати, в строительном университете, чиновники этих профессоров, заставили студентов, чтобы они это сделали. И я это видел, я говорю, вы что, ребят, но ведь кирпич, он же, если он 19 века, он же до сих пор лежит. Нет, они взяли кирпич, который был, где-то там пристройку сделали в 20 веке, но. И я тогда уже, я как-то, у меня не было веры, что мы выиграем. Знаете почему? Потому что я уже увидел решение суда. Были там, судья вынес решение, которое здраво, все. А тут раз, все это, ну, к сожалению, вот такая у нас сидят судебная система. И поэтому найти справедливости в судах, мы, и даже перестали мы дальше судиться, мы поняли, что это бесполезно. При существующем, так сказать, системе, которая сейчас у нас существует, судебные власти, они полностью под чиновниками. Вот так я могу сказать. Ну, а тогда каким образом, какие-то выходы вы видите, каким образом вы искать справедливости, если даже законы, которые вроде как на стороне верующих, чиновники не исполняют? Мы есть у нас, ведем переговоры из политики, потому что, смотрите, я не политик, и я социальный, я служитель. Но меня сейчас загнали в такие рамки, что я должен обращаться, обращаться к политикам, чтобы они обратили на нас внимание. Потому что эта несправедливость, она вопиющая, просто вопиющая несправедливость в отношении исторической церкви, в отношении людей, граждан. Мы платим налоги. Я же не только епископ, я занимаюсь и трудом, я не ищу денег откуда-то и не прошу, как у нас некоторые получают. Да, я зарабатываю, вкладываю и содержу, и так людям помогаем, помимо этого, и социально, и все. Но мы видим, что происходит на самом деле. Поэтому вынуждены уходить, как бы не то, что там подполье, я хочу сказать, нас выгонят. Мы все должны на следующей неделе отдать ключи. Судебные приставы поставили мне вот такие вот уже все. Я говорю, почему? Потому что Росимущество требует, чтобы выселить их оттуда. Я пытался связаться с Росимуществом, но временно исполняющий руководитель Росимущества даже не созволил на мои просьбы, записался к нему на прием, через телефон, даже не созволил встретиться. И поэтому мы будем вынуждены искать это в нашей стране, вот именно в таких вот политических кругах, поддержки, поддержки все-таки религиозных организаций, которые здраво исповедуют свою веру, которые активно ведут свою гражданскую позицию, которые поддерживают людей, помогают и так далее. Мы никогда не лезли в эти дела. Не мешайте нам делать добрые дела, которые только вот именно связаны с тем, чтобы общество наше было лучше. Вот наша как бы такая цель.